Всем привет! Это обзор кроссовок Salomon Speed Cross 4 Wide. Новая модель, вышедшая в этом сезоне, отличается от предыдущих кроссовок Salomon широкой колодкой. Об этом говорит слово Wide в названии. Здесь также есть небольшой шильдик на шнуровке. При покупке вы будете это также видеть. Данная модель предназначена для тех, у кого широкая стопа, эти кроссовки в колодке немножко шире, покомфортнее для тех, кто предпочитает относительно свободную обувь, кто может быть хотел носить Speed Cross и ранее, но колодка ему не подходила. Теперь Salomon выпустил модель с широкой колодкой и для этой аудитории. Как и в большинстве моделей Speed Cross здесь агрессивный протектор для хорошего сцепления с грязью и со снегом. В модели Speed Cross 4 Wide не стоит никакой мембраны, здесь есть лишь грязно-защитный текстиль, не пропускающий грязь. Да, сухой снег, он в принципе оттолкнет, но постепенно кроссовок все-таки будет немножко намокать. Для тех, кто любит бегать в кроссовках без мембраны, это довольно-таки весомый аргумент, потому что если, например, у нас предстоит какая-то дистанция с водными препятствиями, возможно, бродами или проталинами, то вода, если попадет в кроссовок, бежать далее можно будет, конечно, не с таким комфортом, как в сухих кроссовках, но постепенно вода все-таки вытечет из него. В модели Speed Cross 4 Wide, как и в всех остальных моделях Speed Cross, довольно-таки хорошая амортизация в пятке, система Light Wide Muscle работает. Для людей с более-менее серьезным весом это довольно-таки серьезный аргумент при выборе, потому что даже если снег утрамбованный или вы где-то еще в городской черте бежите, то вашим ногам будет довольно комфортно при приземлении на пятку. За фиксацию в кроссовке отвечает система фиксации Sensefit, технологичные полосы по бокам, которые при затягивании быстрой шнуровки Quick Lace плотно обхватывают стопу. Шнуровка быстро убирается в кармашек на язычке, то есть если у вас пальцы замерзшие, но нужно как-то ослабить шнуровку или немножко подтянуть, это не составит вам особого труда, не снимая перчатки в том числе. Шнуровка довольно-таки прочная, внутри стоит кевларовая нить, сверху обмотка. В кроссовке довольно-таки жесткий нос, как и во всех остальных моделях Speed Cross, оно очень хорошо защищает от прямых ударов, то есть если вы во что-то воткнулись, то ваши пальцы этого не особо почувствуют. Чашка пятки довольно жесткая и при полном зашнуровывании ваша нога здесь довольно плотно фиксируется. Мы рекомендуем обычно подбирать кроссовки, в том числе Speed Cross, с небольшим запасом спереди, потому что если вы бежите на спуске вниз, чтобы в жесткий нос не втыкались пальцы. Да, конечно же здесь работает довольно-таки серьезная система фиксации, но если у вас кроссовок будет впритык, то даже несмотря на систему фиксации, чуть-чуть вы будете чувствовать давление. Это не всегда хорошо, особенно на холоде. Кроссовки чуть лучше гнутся и скручиваются, чем модели с мембраной Gore-Tex, но все равно довольно-таки высокий уровень стабильности. То есть задача с кроссовкой Speed Cross 4 Wide, это, как и в других Speed Cross, защита ноги, ее повышенная стабилизация на неровных поверхностях, в том числе и на снегу, как на утрамбованном, так и на глубоком. Если вы собираетесь бегать по глубокому снегу, то мы рекомендуем к моделям Speed Cross дополнительно надевать снегозащитные, грязезащитные гаммаши сверху. Надеваются они поверх кроссовка, затягиваются, там липучка обычно стоит и снег не будет попадать сверху. Немножко технические данных по кроссовкам. Вес кроссовка мужской размер 8,5 икей 300 грамм. Дроп 10 миллиметров, в пятке 30 миллиметров, в Норске 20. Перепад довольно-таки высокий, но для тех, кто бегает в первую очередь на пятку, добегает по снегу и по другим поверхностям, это довольно-таки актуально. Это был обзор кроссовок Solomon Speed Cross 4 Wide. Версия с широкой колодкой для тех, у кого широкие стопы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова